Во-первых, мы стоим перед следующим ударом, перед следующей египетской казнью, плавно перетекающей из финансовой в экономическую. В экономическую это когда останавливается производство, да? Да. И следующая стадия, это стадия просто голода и, как сказать, огромного-огромного городского населения, не способного ни к чему, не умеющего ничего, не способное себя прокормить, по сути дела, а только пообслуживать друг друга, что в будущих условиях уже не будет. Становится огромная проблема в поколении, когда сейчас рухнут все фонды, пенсионные, сберегательные, что будут кушать эти люди? Просто кушать, что они будут? Кто их обеспечит минимальным пайком? Вы мне объясните. Я говорю не только о пенсионерах, о тех людях здоровых молодых, которые будут сидеть дома и не знать, куда им деться. У них будет бесплатный телевизор, им нужен сэндвич или Макдональдс этот с бутылкой колы или хотя бы с водой, кто им это обеспечит? Электричество минимальное, вот тепло, холод, не знаю, там минимальные услуги. Они не могут ничего другого делать, ты их никуда не можешь выдвинуться из каменных джунглей городов. Их миллионы, их миллиарды по всему миру. Почему вы не думаете, что люди вынуждены будут вернуться к лишнему образу жизни? Куда вы их пошлете? Повезете по указу Сталина на Дальний Восток заселять Биробиджан? Куда вы их пошлете?